Городской детско-юношеский центр накануне торжественно открыт. После 13 лет запустения дворец пионеров возвращен юным волгоградцам. Центр воссоздан по передовым технологиям, оснащен самым современным оборудованием. При этом строители сохранили аутентичность проекта заслуженного архитектора СССР Ефима Левитана. После проведенной масштабной реконструкции в Гдюце смогут заниматься более 5000 детей в 110 секциях и кружках. Художественное, социально-педагогическое, естественно-научное, туристко-краевеческое, физкультурно-спортивное и техническое. Воспитанники обновленного центра смогут заниматься по шести основным направлениям. А в день открытия в детско-юношеском центре для детей и родителей прошли ознакомительные экскурсии. Мы так рады этому новому зданию, мы так долго его ждали. В обновленном центре есть помещения для занятий шахматами, фотостудия, танцевальные и театральные кружки, библиотека, выставочные площади, спортивный зал и многое другое. Могу сказать одно, мы все долго ждали этого открытия, мы все очень хотим побыстрее зайти в это красивое, огромное, просторное здание. Главное это, когда у ребенка есть хобби, главное ребенка есть место, где он может повысить свою самооценку, где он может даже, может быть, свою будущую профессию найдет и вот это вот нас ждет. Уже 7 марта здесь состоятся первые занятия по изобразительному искусству и художественной гимнастике. Поэтапно в новое здание перейдут все кружки и секции. В концертном зале установлено современное звуковое оборудование. Сегодня у всех праздник, для нас новый шанс заниматься в новом месте, с новым оборудованием. То есть для всех это большая новая возможность, новое открытие. Все очень рады. В реализации проекта участвовали не только воспитанники городского детско-юношеского центра, их родители, педагоги, но и представители общественности. Все вместе добились желаемого результата. Педагоги центра, к слову, одного из лучших в России, помогут ребятам развивать свои таланты. Мечты снимать наш корабль детства, построенный по проекту великого архитектора Ефима Мелитана, прошедший реконструкцию, масштабную реконструкцию долгоградскими строителями, начинаем свой путь по реке детства и юности. Мы благодарим всем, кто принимал участие в реконструкции нашего дворца пьянина. Мы говорим всем спасибо тем, кто нам помогал, кто переживал, сочувствовал, участвовал, кто помогал нам в создании, в реализации мечты многих поколений. Мы благодарим вам всем за терпение. Говорим всем огромное человеческое спасибо. Мы говорим добро пожаловать, наши дорогие дети. Этот дом ваш, он создан для вас и будет служить вам. Ани Унанян, Андрей Матюшков, Вести 34.